Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Сегодня я вышла на улицу. Солнечный день. Я нашла более-менее тихое место. Но возле меня дорожка проходит. Я сижу на лавочке и стараюсь записать для вас видео. Все. Сейчас картинка, где бабушка с внучечкой. Маленькая девочка увидела котика, засмотрелась на него. У нее много игрушек разбросано, потому что она играет по очереди. Наверное, сначала с кубиками. Вижу желтенький и красный. С правой стороны от девочки, да? А с левой стороны от девочки сидит Мишка. Он в шортиках и с косыночкой, да, на шейке. А смотрите, все в таком теплом цвете. У бабушки желтое платье. Прямо вот солнечный такой пол, на котором стоят бабушка и внучечка. Дальше мы видим возле котика желтую подушечку, наверное, да? И тоже желтый кубик. Дальше книжечка открытая. И видите, на ней квадрат желтый и голубой. А еще желтая половинка у мячика. Так, значит, по желтому цвету мы с вами прошлись. А теперь посмотрим, что у нас с Мишкой и с девочкой. Что у них общего? Верно, у них общий цвет у девочки платьица. А у Мишки ткань, из которой он сшит. Наверное, плюш. Он плюшевый Мишка. И набито его тельце каким-то мягким таким веществом. Может, поролоном, да? Как сейчас говорить. Так, что же предлагается малышам на этой картинке? Наверное, бабушка учит внучечку считать. Раз, два, три, четыре, пять. Оказывается, смотрите, как хорошо у бабушки пальчики растопырены на правой руке. Что все можно сосчитать. Ну и на левой тоже можно сосчитать. Потому что они тоже хорошо художникам прорисованы. Ну что же. Говорят, что у каждого человека на каждой руке по пять пальчиков. Давайте в этом убедимся. Потому что это в самом деле, наверное, истинная правда. Считаем раз, два, три, четыре, пять. Это я начала уже читать стишок. Читаем вместе. Кто уже может читать? Вместе со мной это можно делать. Я читаю медленно, для того, чтобы вы успевали проговаривать все слова. Итак, сделали вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Будем пальчики считать. Крепкие, дружные, все такие нужные. На другой руке опять. Раз, два, три, четыре, пять. Пальчики быстрые, хоть не очень чистые. Много пальчикам хлопот. То играют в ладушки, то зачем-то лезут в рот. Книжки рвут у бабушки. И как раз мы видим раскрытую книжку, да? Которая на полу. А ведь малыши, они такие, им все интересно. У них очень хорошо развиты, хватательные движения. Вот они и хватают все, что увидят, все, что им интересно. И между прочим, чем лялечка становится чуть-чуть постарше, то она начинает открывать себя. Все новые, новые игрушки. И если положить все те, которыми она играла, и рядышком новую положить, она обязательно ухватится за новую, незнакомую для нее игрушечку. Итак, давайте кошечку еще посмотрим, потому что кошечка очень манит к себе нашу малышечку, да? А кошка, у нее ушки, смотрите, какие на макушке. Она так и знает, да, она посмотрит на девочку. Может быть, лапку к ней протянет, но потом она убежит от нее. Читаем стишок дальше. Ребята, давайте еще обратим внимание на то, как оформлена эта страничка. Смотрите, художник же ее оформил красиво. Вокруг белого листа еще есть такая окантовочка, да, с желтым цветом. Давайте перечислим, кого возможно. И так как я сижу на улице, будем идти, предлагаю, снизу вверх. Так, снизу вверх. В самом низу, кажется, Буратино. Кажется, я его правильно назвала. Так, а вот дальше я без очков и могу ошибиться. Вроде бы там кто-то на роликах вроде бы как едет, да? И так, если я неправильно назову, то я, когда буду оформлять страничку, я обязательно лучше рассмотрю дома, когда приду. И вам расскажу, что это такое. И так. Ага. Значит, еще раз давайте сначала. Я чуть-чуть увеличила страничку. И теперь могу сказать, что, да, первый Буратино внизу, да? Потом вроде бы как птичка какая-то налетит в сторону Буратино, да? А за ней опять Буратино сидит вроде бы на полу и на какой-то держится палке. Может, я ошибаюсь. А нет, это же Незнайка. Точно, это Незнайка. А вот что в руках у него, могу ошибиться, наверное, какая-то, наверное, какая-то труба. Да, труба. Так, идем дальше. Дальше уточку мы видим. Точно? Уточки даже две. Одна летит. Они летят в разные стороны, да? Если правая, если уточка верхняя движется вправо, то нижняя уточка движется куда? Влево. Правильно. Так, дальше мы смотрим и видим. Так, ну вот я плохо узнаю. Кто это там такой вот внизу тоже в шапочке? На какого-то червячка похожего, но только у него какой-то головной убор. Так, если вы сможете мне сказать, кто это помочь, можете крикнуть у себя дома, когда будете смотреть это видео. Да, а там какие-то еще следы на полу возле. У этого зверушки, да, в шапочке. Так, опять птичка. Да, в красной шапочке. Дальше кто? Дальше гномик. А, значит, понятно. Это значит гномики. Они, как я сказала, Буратино. Это все гномики. Вот все, видите. Пока я не дошла до четвертого гнома, то я и не смогла правильно вам сказать, кого я увидела. Так, теперь поднимаемся вверх. Над гномиком в голубой шапочке бабочка, да? Точно угадали? Потом. Ну вот потом я точно могу ошибиться, потому что какое-то такое вот животное странное нарисовано. Нос как у морковки вроде бы, да? Поэтому я даже не буду фантазировать, что это может быть. Так, выше поднимаемся. Над этим животным, которое там нарисовано. Бабочка голубая. Птичка в голубом веретике. Ромашечка, да? Ромашечка. А дальше опять какое-то животное. Могу ошибиться? Лучше промолчу, не прокомментирую. Итак, голубой цветочек. Пять лепестков у него. Птичка выше в голубой шапочке. Пяти лепестковый, красивый, красный, желтый цветочек. Бабочка с черными пятнышками на крылышках, да? Вверху и внизу. Опять. Такое же животное, как мы и видели внизу, которого я не смогла определить, что это, да? Теперь опять гномик, но только почему-то у него мордочка, как у мышки, да? Дальше у нас три коза. Это мы уже повернули вправо, да? Это уже мы над рисунком смотрим. Дальше у нас голубой цветочек. Пять лепестков. Пять лепестков. Опять. Странное животное, которого я пока что не могу вам назвать, кто это. Потом солнышко. Потом солнышко. Оранжевая бабочка с черной окантовочкой, крыльем, да? И такими пятнышками. Птичка опять. Нет, не птичка. Или птичка. Ну, мы договорились, что это птичка. Так. И еще одна птичка. Итак, ребята, переходим на следующую страничку, где мы видим девочку, которая пытается маме помогать. И дальше мы видим журавлика, которому чайка наливает чаю, да? Чайка чаю наливает журавлю, у которого горлышко, наверное, простуженное, да? А почему это мы так говорим? Потому что, верно, у него шейка завязана теплым шарфиком. Итак, ребята, это, наверное, тем, кто умеет читать. Но даже тем, кто еще не научился читать, мы будем говорить. Например, есть буковки, которые мы складываем в слова, и потом можно читать. Но некоторые буковки между собой, получается, в одном месте они образуются. И если зубки не все выросли у деток, то им не за что или некуда язычку упереться. И поэтому у него некоторые звуки неправильно звучат. Итак, повторяем букву Р и Л. А звук Р и Л. Ребята, ну это надо, конечно, было снять, потому что возле меня ходят голубочки. Прямо так близко-близко. Ну, поверьте мне, что они у меня точно рядышком. Прямо под ногами. А еще девочка на самокате едет. Сейчас будет стучать колесиками. Это, наверное, про Милу вот которая, да? Наша Мила раму мыла. Аккуратно с порошком мой получше раму, Мила, чтобы не мыть ее потом. Это кто же ей такое говорит, что мой получше раму, Мила? Наверное, полосатый котеночек, да? Который возле нее сидит и смотрит, как Мила выкручивает тряпочку. А возле ведра стоит порошочек, да? Ну вот, смотрите. Все чистенько помыто и даже на окошке мы видим горшочек с цветами. Ребята, ну-ка, давайте посчитаем бантики у Милы на головке. На головке у нее бантиков. Считаем от правого ушка. Раз. На макушке два. На левом ушке три. А еще мы видим бантик, но это уже на фартушке завязан, да? Четыре. Ну, мы молодцы, да? Посчитали до четырех. Итак, ну где же здесь у нас в этом стишке есть слова с буквой Р? Только одно слово я вижу. Рама, да? А тех, у кого отсутствуют зубчики, еще не выросли, выпали, а не выросли, они не смогут сказать Рама. Они, наверное, скажут Лама. Да. Так в чем же вот фокус образования буквы Р? Звука Р. Рама. Итак, вы чувствуете, что язычок дрожит? Рама. А теперь попробуем «р» заменить звуком «л». Вы почувствовали, что язычок совсем не дрожит. Поэтому все условия хорошего произношения звука «р», чтобы научить язычок дрожать. Хорошо, значит, слева мы рассмотрели, да, теперь смотрим справа. То есть, когда мы смотрим на картинку, то у нас все-таки с правой стороны журавль нарисован, да, или цапля. Вот в чем разница между журавлем и цаплей, а? Вот вопрос, надо будет найти на него ответ. Итак, в слове «цапля», значит, это «цапля» надо говорить, потому что звук «ц». Давайте попробуем прочитать. «Цапля» 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 «Застудил». «Чайка», «цаплю», «выручай», «завари» «целебный чай». Ура, ребята, оказывается, Надежда Клана правильно угадала. Значит, за вторым разом «цапля» «цапля», «цапля» Так, а вы видите, что «цапля» стоит в болоте, и возле нее растут камыши. А на камышах качалочки, если эти качалочки распушить, ой-ой-ой, сколько будет пуха, лучше не надо трогать. Пускай будет качалочка целая. Ребята, с вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.